так по идее идет трансляция друзья если вы меня видите и слышите то напишите в чатике что-нибудь такое например что вы меня видите и слышите сейчас я все проверю когда тут трансляция запустилась личку пишет со страшной силой так комментарии пишите пишите комментарии что вы меня видите и слышите так да надеюсь что все нашлись потому что у нас в этот раз какая-то аномальное количество потерявших был я посмотрел на странице на сайте где у нас мы собирали собирали людей собственно этот тренинг и почему-то люди там в основном вместо того чтобы вводить свой мейл в рассылку и получать сообщение на рассылку почему-то писали свои мейлы в комментариях хотя там мне кажется все было все было понятно ну надеюсь что те кому надо те нашли где проходит нас 3 наш тренинг и так тренинг технология бестселлера я его провожу раз в год и в марте и как вы понимаете этот тренинг на этом тренинге я продаю и рекламирую курс нашей сценарной мастерской под названием роман и набор на этот курс уже открыт и прямо перед глазами есть ссылкой уже какое-то количество участников на этот курс попали но сразу хочу оговориться что как и всегда я понимаю что не все не все люди там впервые на моих бесплатниках а давайте так напишите в чате какие-нибудь мои тренинги вы проходили что-нибудь вы мои проходили или вы впервые здесь да так вот этот тренинг не будет чисто продающим таким инфобизнесовым марафоном я буду вам конечно на каждом занятии буду напоминать о том что идет набор на курс но в целом он все-таки направлен на действие на результат они на продажу так самодисциплину проходили впервые я просто видел что здесь довольно много людей впервые в этот раз пришло да кто-то кто-то самодисциплину проходил кто-то уже в мастерской учиться давно то есть это нормально нормально все окей просто чтобы у вас не было сюрприза да чтобы не было такого что внезапно кто-то мне в чате будет какую-нибудь ерунду писать типа того что там а почему вы мне рекламируете там курс роман я пришла или пришел писатель бестселлер роман может быть бестселлером но бестселлер это не обязательно роман поэтому вот так да и друзья сразу тоже хочу оговориться что если вам что-то здесь не нравится то не нравится что я говорю не нравится как я говорю не нравится то что я экаю бэкаю мэкаю да не нравится то что я думаю вслух и могу зависнуть вдруг и начать куда-то в сторону что-то размышлять да то есть если опять же вас это парит пожалуйста вот справа вверху есть такая такой крестик нажмите на него и и молча покиньте тренинг если кто-то будет чуть-чуть что-нибудь шуметь хулиганить в комментариях баню я жестоко быстро и легко значит организационная информация мы работаем сегодняшнего дня по воскресенье с понедельника по воскресенье завтра у меня день рождения кстати будем отмечать с вами в прямом эфире урок проходит в 12 00 по москве здесь вконтакте в прямом эфире кто за рубежом трансляции работают вконтакте при в прямом эфире везде насколько мне известно запись не отовсюду не все я знаю что во всяком случае там в италии например запись нельзя послушать вконтакте через какое-то время записи появятся на моем канале на ю тубе и в подкасте можно будет там либо посмотреть либо послушать не я делаю это наша сотрудница мастерской делает она через там в течение нескольких часов после прямого эфира это появляется значит урок в 12 00 здесь сутки на выполнение домашнего задания домашнее задание выполняем здесь в комментариях к уроку я просматриваю все при необходимости если я считаю необходимым даю какую-то обратную связь если не даю обратную связь опять же друзья не надо меня к этой обратной связи принуждать еще раз это бесплатный тренинг насколько это понятно друзья если понятно напишите в комментариях понятно если что-то по организационной информации не понятно напишите что что-то непонятно да вот технология бестселлера год назад и деньги да у нас сейчас идет vpvp деньги мастерской вот алекс пишет италия смотрит да я слышал про это то что трансляции вконтакте нормально везде за границей показываются а эти самые видео пропадают поэтому видео на канале можете можете потом посмотреть если вдруг прямом эфире не посмотрели вопрос друзья мои кто из вас уже точно знает что будет писать на этом тренинге какой бестселлер будет писать если знаете напишите знаю если не знаю напишите не знаю да в записи прохожу год денег 21 урок очень хорошо так вот кто-то знаю а вот тоже александр пишет из бельгийской тоже запись не но вот я слышал что в европе проблемы с этим так есть часть текста так хорошо кто-то знает кто-то не знает значит сразу тоже хочу еще по одному поводу оговориться что вы не напишите вашу книгу бестселлер за 7 дней тоже чтобы не было по этому поводу ожиданий хотя это возможно сделать за 7 дней можно написать книгу но мы этого не будем делать почему потому что этот тренинг он называет он не случайно называется технология бестселлера да то есть мы будем задача здесь не просто написать книгу да а задача построить фундамент бестселлера да то есть понять как это работает как работает механизм создание книги бестселлера и результатом тренинга будет план книги план написания план продвижения написанная глава и некий фидбэк от потенциальных читателей да то есть мы возводим основание бестселлера и у нас есть люди которые проходили этот курс и потом в итоге писали 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 бестселлер также а говорю что я не буду вас учить писать здесь да то есть мы с вами не будем говорить о стиле не будем говорить о персонажах не будем говорить о системе персонажей до построение глав выбор языка и так далее так далее да то есть мы в детали вот в эти вдаваться не будем если действительно вы хотите написать роман и вы хотите это со мной сделать да вот на курс по роману Вот там три месяца интенсивной работы и потом еще пять месяцев чуть менее интенсивной. Фактически, курс романа, он почти год, ну не год, а с мая мы начинаем. Он заканчивается перед Новым годом, там где-то 25 декабря последнее занятие. Но в то же время, то, что я здесь рассказываю, вообще то, что я рассказываю на своих курсах, как правило, это нельзя прочитать в каких-то книжках по написанию книг или по написанию бестселлеров. Таковых книг сейчас довольно много издается. И вообще, все, что я рассказываю, как правило, нельзя прочитать в каких-то других книжках. Почему? Потому что в книжках это здравый смысл. То есть, это то, что должно работать по предположению автора. На самом деле, реальные успешные стратегии, они всегда противоречат здравому смыслу. Они всегда контринтуитивны. То есть, нам кажется, что нужно идти туда, внутренний голос нам говорит, что нужно идти туда, общество говорит, что нужно идти туда, а на самом деле нужно идти немножко в другую сторону. И что дает мне основание так утверждать? Ну, мой опыт. Итак, друзья, прежде чем я перейду к опыту, расскажите два слова о себе. Что вы писали раньше? Кто вы? Копирайтер, журналист и какой у вас есть творческий опыт работы? Пока вы говорите, пока вы пишете, я давайте два слова тоже о себе напишу. Вернее, расскажу, поскольку, опять же, есть люди, которые меня здесь не знают. У меня несколько направлений моей деятельности. Одно из направлений – это драматургия. Я довольно успешный театральный драматург. Может быть, один из самых успешных российских драматургов театральных. Моя пьеса «Убийца» поставлена уже под сотню театров в России и, наверное, постановок 30 в Европе. Мало у кого есть такое количество постановок. Кроме того, я много лет работал сценаристом. Я закончил в ГИК. Второе мое образование в ГИК, мастерская Бородянского. Много лет работал сценаристом, сотрудничал со всеми российскими телеканалами, которые снимают сериалы, фильмографию тоже можно мою найти, посмотреть. Я основатель сценарной мастерской, которая в качестве такой бесплатной онлайн-мастерской существует с 2008 года, а в качестве такой платной, уже полноценной, с образовательной лицензией и так далее, и так далее, с программой курсов с 2014 года. То есть, ну вот, довольно долго. Автор книг «Букварь сценариста» пишется и многих других, но помимо, что называется, вот этой обучающей ипостаси, я много лет пишу еще и прозу. Первый свой роман я написал в 99-м году. Он был издан в издательстве «Эксмо» в серии «Русский бестселлер». То есть, что называется, стартовал я уже с бестселлера, сразу с бестселлера. И перед тем, как запустить курс по роману, я решил, что мне надо обновить свой опыт написания и издания романов. Я написал три романа, трилогию «Газетчик, писатель и сценарист». Они тоже были изданы в издательстве «Эксмо». И роман под названием «Газетчик» вошел в лонг-лист премии «Большая книга». Что для, что называется, для боевика, для детектива, я считаю, что не такой плохой результат. Также мои тексты неоднократно печатались в журнале «Новый мир». В общем, некий знак качества, что называется, признания от коллег и издательств моих прозаических талантов тоже имеется. Так, то есть я никогда не учу тому, что я не делаю сам. И то, что я вам буду рассказывать, то, чему я вас буду учить, это все испробовано на живом человеке, что называется, на мне. Ну и на моих учениках. Ну и наш вот этот курс по написанию романа, он существует уже пять лет. И уже довольно большое количество участников написали свои романы, и многие из них стали бестселлерами. Например, вот прекрасный роман Юлии Идлис «Гарторикс». Его называют «Гарторикс» почему-то, но он «Гарторикс». Вот только что вышел в издательстве Елены Шубиной. И роман Павла Манилова «Папа» тоже замечательный роман. Вот сейчас идет, что называется, триумфальное шествие этого романа. Так что присоединяйтесь. Так, писала в марафонах. Вот Флорис, все читаю. Пробегу. Фанфики на разных сайтах. Так, ну мы будем говорить и... Будем говорить и о романах, будем говорить и о нонфикшн. Автор и литературный редактор в АТС. Не знаю, что такое АТС. Может быть, АСТ имеется в виду? Или, видимо, какое-то издательство, о котором я не знаю. АТС. Так, три книги нонфикшн. Сейчас любовный и эротический роман. Так, писатель. Копирайтер, дзен, писатель по мистике. Прикольно. О, 34 книги в жанре СЛР. Супер. Вы меня обошли. Нет, не обошли. У меня, по-моему, 36 книг. Нет, 38. Ну, ничего, какие ваши годы. Так, автор детской книги про воробья. Да, планирую написать книгу руководства по поиску смысла жизни. Так, АСТ, да. Т9. Так, идем дальше. Хорошо. Что же такое бестселлер? Бестселлер – это книга, которая хорошо продается. Еще, вот смотрите. Я хочу тоже сразу оговориться, потому что люди… Нам надо с понятиями разобраться. Да, люди часто путают, да, и говорят, что… Вот я хочу написать шедевр. Да. Честно скажу, я не знаю, как написать шедевр. Я думаю, что и никто не знает. Да, то есть есть определенные технологии, которые могут облегчать творческий процесс. И в том числе вот об этом моя книга пишется. Да, о том, как повысить свою продуктивность творческую. Но для того, чтобы книга стала шедевром, нужно что-то еще, да. То есть вот все эти технологии и что-то еще. Что такое? Я не знаю. Везение, дыхание Бога, да. То есть энергия от вселенной, луч света с неба, да. То есть нужно что-то еще, да. Вот что-то это неуловимое. И вот как добыть это неуловимое, я не знаю. И никто не знает. То есть я могу дать, как бы облегчить и подготовить вас к этому, к тому, чтобы вот это вот что-то неуловимое воспринять и в своем тексте выразить. Но воспринять и выразить вам нужно будет это самостоятельно. Что же такое бестселлер? Бестселлер это нечто совершенно другое, да. То есть мы смотрим на вообще на другие показатели, не на качество, да. Бестселлер это книга, которая хорошо продается. О качестве мы вообще не говорим. И бестселлером вполне может быть хорошая книга, да. Например, роман Дон Кихот или божественная комедия. Это, безусловно, выдающиеся тексты. И тот, и другой были бестселлерами. Причем были бестселлерами сразу же. Настолько, что Сервантес был вынужден написать вторую часть Дон Кихота. Почему? Потому что стали появляться поддельные продолжения Дон Кихоты. Что называется фанфики. И он был вынужден сам написать для того, чтобы рассказать, что же все-таки с ним дальше происходило, с этим героем. Также книга, плохая книга, тоже может быть бестселлером. Например, «Пятьдесят оттенков серого», вне всякого сомнения, очень плохая книга. Или роман Духлес. Тоже не... Еще раз, я с большим уважением отношусь к автору и той, и другой книге. Но сам роман Духлес, например, я считаю очень плохим. Так же, как и «Пятьдесят оттенков серого». Мое оценочное суждение. Теперь, давайте так. Как по-вашему, сколько экземпляров нужно продать, чтобы книга стала бестселлером? Напишите в чате вашу версию. Так, сейчас я сверну. Что-то у меня куча окон тут открыта. Так, пять тысяч. Сто тысяч. Весь тираж. Десять тысяч. Пятьдесят тысяч. Смотря какой жанр. Совершенно верно, Алена, вы правы. Да, зависит от книги. Зависит от формата и от жанра книги. Да, и от темы. В разных темах по-разному. То есть, есть темы, в которых для того, чтобы книга стала бестселлером, нужно продать десятки тысяч. Или тысячи экземпляров. А есть темы, в которых достаточно продать 20 экземпляров. Да, то есть, условно говоря, для того, чтобы получить значок бестселлера в Азоне, достаточно продать 20 экземпляров. И, например, моя книга «Букварь сценариста», которая четыре переиздания уже выдержала. Сколько лет книги? По-моему, двенадцать лет книги. С 2008-го сколько прошло? Двадцать третьего. Нет, пятнадцать лет. Пятнадцать лет уже. Нет, четырнадцать, наверное. И четыре переиздания. И продавалась она тиражами. Ну, не знаю. Я как-то особо не отслеживаю. Из Эксмо приносят. Я их не читаю. Подписывайте отчеты. Ну, типа, например, тысяча экземпляров в год продается. Или две тысячи экземпляров. Это совсем немного в масштабах Гарри Поттера. Но в масштабах очень узкой ниши сценарного мастерства эта книга занимает всю нишу. То есть, практически все люди, которые занимаются сценарным мастерством, в том или ином виде, да, хотя бы в руках подержали букварь сценариста. За эти четырнадцать лет. Вот. А для большинства людей, которые начинают осваивать сценарное мастерство, да, букварь сценариста – это и есть первая книга, с которой они начинают знакомство. Да, то есть, узкая ниша, небольшое количество экземпляров. И возникает две тенденции. Первая тенденция – это глобализация. Возникают международные бестселлеры, да, авторы международных бестселлеров. Есть там, условно говоря, Джеймс Паттерсон, есть Джан Роулинг и так далее, и так далее. Да, то есть, это авторы, которые умеют играть по глобальным правилам, они выигрывают больше, они захватывают рынок за рынком. Вот на глобальном рынке тиражи – это миллионы экземпляров. Но, да, и люди смотрят на это и говорят, ну вот я хочу быть как Стивен Кинг, или я хочу быть как Паттерсон, я хочу быть как Джоан Роулинг, хочу написать такую историю. Но надо понимать, что глобализация рынка бестселлеров – это дорога с односторонним движением. Как это работает? Во-первых, почему, да, сейчас по-другому объясню. Журнал Forbes каждый год публикует список, там, по-моему, из 10 или из 20 самых богатых писателей мира. И там, на первом месте, там, как правило, или Джеймс Паттерсон, или Джоан Роулинг. Там было время какое-то, когда Паттерсон вышел на первое место, потом Роулинг снова его оттеснило, потом Паттерсон, потом опять Роулинг. Но сам этот список, первые 10 авторов, да, там Паттерсон, Роулинг, Стивен Кинг, Гришин, и еще там Питока Браун, Кот Да Винчи, да, и так далее, и так далее. То есть небольшое количество авторов. И они на первом месте уже 10 лет. Почему это произошло? Потому что эти авторы вышли на пик своей творческой формы, тогда, когда с одной стороны происходило широчайшее распространение книгочтения, да, то есть книги раньше, до, там, 70-х, 80-х годов, книги люди покупали в книжных магазинах или в библиотеках. А начиная с этого времени книги начали издавать, во-первых, в тонких обложках, то есть, ну, их издавали и раньше в тонких обложках, но масштаб просто резко увеличился, тиражи резко выросли в 70-е годы. И начали тоже, это и раньше делали, да, но с 70-х годов масштабно начали продавать книги на заправках, в супермаркетах, да, то есть книжный рынок вышел за пределы книжных магазинов. И вот как раз в это время авторы были какие? Джеймс Паттерсон, Стивен Кинг, Гришин, да, и так далее, и так далее. Вот тот же самый десяток авторов. И они застолбили это место. В то же время, в 80-е годы, что происходило? Советский Союз проиграл холодную войну, да, и англоязычные товары хлынули на рынок. Не только на рынок России, да, но и на рынок Европы, Африки и так далее, и так далее. Да, то есть волной пошла глобализация, причем глобализация это была в одну сторону, да, то есть не так, что весь мир начал взаиморастворяться, да, а начала происходить такая мгновенная культурная колонизация всего мира англоязычными товарами, да, то есть тогда Голливуд полностью вытоптал все европейское кино, да, еще в 70-е годы было очень классное европейское популярное кино, да, помните всякие там Слуи де Финесом фильмы, итальянские фильмы, Феллини, там, Антониони и так далее, и так далее, да, вот все это ушло. Сейчас нет никакого европейского кино, есть только Голливуд. И вот с литературой происходило то же самое, да, англоязычная литература не самая выдающаяся, далеко не самая выдающаяся, да, не сравнить, с русской вообще не сравнить, да, а с европейской, там, и с французской, с немецкой литературой тоже, и с итальянской, да, сравнение она, ну, как-то так не очень выдерживает, но, тем не менее, да, вот именно за счет такого агрессивного маркетинга англоязычная литература захватила мир. И, соответственно, если вы не англоязычный автор, который начал работать в 70-е годы, вам очень сложно завоевать глобальный рынок. И, да, то есть, дорога с односторонним движением из англоязычного в остальной мир. И здесь бывают исключения, но эти исключения, те самые, которые подтверждают правила, да, то есть, мы видим единичные случаи, да, например, Стигларсон, который запустил моду на все скандинавское, или моя ученица Гузель Якина, да, которая тоже написала такой международный бестселлер, который там по всему миру продается. Но, опять же, да, это то самое исключение, которое подтверждает правила. Параллельно происходит вторая тенденция, да, это такая маргинализация местных авторов. Когда местные авторы, они получают все меньше и меньше читателей. Например, у меня, я вчера специально перед этим тренингом искал одного автора, с которым мы были знакомы в свое время в Вологде. Не буду говорить, кто, сейчас ему около 60 лет. Реально очень, очень талантливый парень, и он такой очень упертый, он продолжал все это время, да, вот 30 лет, сколько я его знаю, он все это время там пишет, пишет, пишет и пишет. До меня его книги и какая-то информация о нем все это время вообще никак не доходила. При этом он писал романы, он выигрывал какие-то премии, да, и так далее, и так далее. Почему? Потому что вот я ушел, уехал из Вологды 20 лет назад, 23 года назад уехал, и все, я перестал оттуда получать какую-то информацию. То есть, там есть какая-то жизнь, там какое-то количество авторов, да, которые что-то делают, что-то пишут, но за пределами вот этого маленького узкого круга, узкого мира, очень мало информации появляется. И когда я, ну, понятно, что с пандемией все это стало меньше, да, но вот до пандемии я очень много ездил по Европе, и, естественно, в каждом городе, куда я приезжал, я сразу же шел в книжный магазин. И я видел везде одни и те же книги, да, везде лежит Шантарам, везде лежит Девушка в поезде, везде лежит там последний роман Нёсбе, последний роман какого-нибудь Стивена Кинга, да, Роулинг и так далее, и так далее. Но при этом на местном рынке, да, то есть если книга выходит на маленький местный рынок, и люди знают, что это наш автор, и даже десятки книг напечатанных, они гарантируют то, что книга становится бестселлером. Вот так же я там читаю много лет, я читаю паблик районной газеты, Сямжинской газеты «Восход», в которой я когда-то начинал, и вот я буквально вчера тоже видел там новость о том, что парнишка из Сямжи написал книгу, книгу стихов, эту книгу там же, в Сямжи издали, и вот там же, в Сямжи прошла презентация этой книги, да, и вот там человек, 20 парней и девчонок сидят улыбающиеся с этой книгой в руках, и я понимаю, да, что для Сямжи это событие. Вот наш местный поэт, парень написал книгу, да, там вот 20 экземпляров или там 30 экземпляров издали, да, и вся Сямжи эту книгу прочитает. Для Сямжи это событие. Классно, офигенно. Насколько это понятно, эта мысль, то, что глобальный рынок, он фактически, да, монополизирован, и на него очень трудно сунуться, да, а местный рынок и нишевой рынок, его достаточно легко завоевать. Джеймс Паттерсон, что это за автор? Ребят, ну, воспользуйтесь гуглом. То есть, к чему я вас призываю? Я вас призываю к тому, что авторы, когда начинают писать, да, они смотрят на то, что, а вот там Роулинг делает вот то-то, я сделаю то же самое, и у меня будет точно такая же слава, да, или а вот Стивен Кинг там что-то делает такое, я сделаю то же самое, и у меня будет точно такая же слава, как и у него. Вот абсолютно то же самое. Абсолютно то же самое. В Хельсинки, в книжном, ни одной знакомой книги не видел, кроме Гюзель Якиной. У меня обратное наблюдение. Я тоже был в Хельсинки, во всех книжных магазинах крупных, везде вижу набор одних и тех же книг то же самое в копенгагене то же самое в осло то же самое в барселоне да я вижу одни и те же книги единственное что кое-где да я вижу выделенные какие-то стеллажи под местные книги да например в той же барселоне значит там прям отдел местной литературы там есть даже отдельный шкаф для книг написанных местными блогерами что было довольно забавно или например в мюнстере в германии там тоже был отдельный шкаф где были отдельные авторы местом местные авторы причем в основном это детективные авторы детективные книжки вот поэтому ok идем дальше вот глобальный рынок да то есть нас все время тянет на глобальный рынок нам все время хочется писать что-то такое общечеловеческое да но наши книги они малозаметны на мировом рынке почему потому что то что нам кажется общечеловеческим на самом деле вовсе не является общечеловеческим да то есть довольно узкая да чисто специфическая чисто западная там и этическая система и эстетическая система то есть она вовсе не общечеловеческая вот и например там в китае она совершенно другая в индии она совершенно другая в африке она вообще другая то есть и то как мы пишем да то как мы думаем то как мы структурируем историю да мы тоже делаем это немножко по-другому и мы не можем туда попасть поэтому да у нас другой язык да то есть можно перевести книгу на на английский язык например да но у нас совсем другая проблематика да и то что важно для нас и те ситуации с помощью которых мы проживаем и понимаем жизнь да они другие совершенно я с этим столкнулся в драматургической своей работе когда мою мои пьесы начали переводим в основном пьесу убийца начали переводить и ставить в европе я увидел что очень четко до граница идет по даже не по постсоветскому пространству а вот подальше по странам варшавского договора что называется да то есть там меня много ставят в польше в венгрии было две постановки в германии да а вот дальше туда да и несмотря на то что там книга пьеса переведена там на итальянский язык и на французский да но вот оттуда дальше в западную европу она не идет потому что ну не понимают люди как бы ну бог ну и ну и что ну как бы и но их другие совершенно проблемы волнуют это нормально совершенно да то есть нам как бы да нужно целиться в тот рынок на котором нас понимают не пытаться пробить над пробиться на тот рынок на котором нас не понимает соответственно очень чат да еще один нюанс наши пишущие люди да наши авторы они очень часто не умеют работать со структурой не умеют работать с мифом не умеют взаимодействовать с рынком да то есть тупо не не понимают как сделать так чтобы его текст прочитали там например западные агенты дальше что касается местного рынка здесь чем уже тем лучше то есть чем сильнее вы сузите вашу тему тем тем лучше это будет работать то есть вот условно говоря там вот петр написал до что хочу написать книгу о точно была сформулирована смысл жизни до поиск смысла жизни да вот условно говоря поиск смысла жизни для как бы сузить то так чтобы не не оскорбить половину человечества до смысл поиск смысла жизни для творческих людей лучше чем просто поиск смысла жизни для всех да то есть вот чем уже вы сужаете тему тем лучше да то есть букварь сценариста он очень четко очень узко адресован людям которые хотят быть именно сценаристами не все пишущие да только сценаристы книга пишется да она очень узкая только для писателей которые испытывают творческий кризис у которых проблемы с до с у которых возникли проблемы да если у вас все в порядке вам книгу пишется незачем читать вот и чем уже да тем лучше лучше вы тем лучше вы попадаете тем эта книга нужнее да то есть букварь сценаристы не нужен не сценаристом но всем сценаристом он нужен вот и дальше стратегия сначала научиться работать с узкими нишами да и в идеале если вы работая в узкой нише захватывайте пусть последовательно несколько узких ниш как например акунин акунин в смысле писательской стратегии идеальный абсолютно пример потому что он матерый рационал он очень четко он это в общем он это это не скрывает он об этом говорил неоднократно о том что он чертил таблички и когда планировал запускать первый свой проект книжный да вот вот такие такая аудитория для такой аудитории мы пишем такой текст для сякой аудитории мы пишем всякой текст да кто-то из старики старожилы помнят да как появился акунин сначала в издательстве захаров появились вот эти черные книжки да с фондориным потом в издательстве по-моему а ст боюсь ошибиться мне кажется а ст появились появилась серия про пелагею потом в издательстве олма появилась серия про магистра потом там в четвертом в каком-то издательстве сказки для идиотов и так далее так далее да то есть он во первых он выбирал новое издательство для каждого нового проекта что делало его необычайно устойчивым потому что многие его проекты провалились да и те проекты которые не провалились он дальше начинал их развивать и продолжала те которые провалились просто ну провалились все закрыт проект вот а потом научившись работать с узкими нишами переходить в широкие то есть если вы уже завоевали аудиторию с текстами адресованными узкой ниши до после этого можно переходить в широкие ниши потому что у вас уже есть какая-то группа фанатов которая в любом случае ваш текст прочитает насколько понятно эта стратегия если понятно напишите понятно если есть вопросы то задайте вопросы да вот поиск смысла жизни петр вот я бы с узел так те которые велят условно говоря поиск смысла жизни для коучей да потому что у коучей и психологов да поскольку тоже как сказать тоже идет постоянная рационализация до проблем это те же самые просто еще на это наложено наложено куча рационализации различных да то есть человек в состоянии сослаться и на на фрейда и на юнга и на внутри и вне помойного ведра да а при этом проблемы те же самые так руководство по поиску смысла жизни для людей любопытных себе это некоторые с уже сужение или нет на мой взгляд нет хорошо идем дальше опять же любой человек может себя отнести к любопытному к себе так ну давайте не торопиться давайте так как бы у нас будет время подумать над всеми вопросами которые я ставлю и так давайте я вам задам странный вопрос зачем вам нужен бестселлер вот вы напишите бестселлер окей что вы хотите получить от него от этого бестселлер у коуча нет смысла жизни нет я к тому что коучи и психологи в моем понимании не являются людьми исключительными совершенно до небожителями они точно такие же люди с точно такими же проблемами просто у них есть инструменты для решения этих проблем очень часто они этими инструментами не пользуются именно поэтому у каждого понимающего это коуча есть свой куча у каждого понимающего это психолога есть еще отдельный свой психолог так потешить свое эго классно признание хочу создать свою псель вселенную прославиться так славу признание разбогатеть и прославиться подтверждение того что я писатель слова признание востребованность бестселлер дает стиму писать дальше цен на известность для продвижения дальше слава и деньги так увидеть мою книгу в магазине в руках покупателя подалить подарить ее родителям с автографом супер еще учительницы школьной я прям вот не отказал себе в удовольствии и поехал когда ездил на родину от отвез своей учительницы к сожалению не застал ее дома но передал передал ей свои книги учительницы литературы для меня это было важно так признание близких плюс возможность нести в мир свои идеи высказаться хочется делиться тем что есть внутри так статус среди коллег инструмент привлечения клиентов при жизни доход после смерти славу имя так осмик молодец именно бестселлер написать не хочу просто общение с вами вдохновляет что-то таки написать хочу да это мне ценно то что вы так откровенно об этом говорите так вызов себе получится ли у меня написать бестселлер отличный опыт в конкретном жанре понять что я пишу уже не чушь тоже понимаю да то есть что выплат по получаете какую-то позитивную обратную связь то если книга становится бестселлером слава и деньги дочь сказала что ждет мою книгу прикольно у меня кстати говоря у меня дочка старше в свое время просто вот у нее было такое представление что все все взрослые обязательно должны писать книги потому что там мама писатель папа писатель дед драматург да и все люди которые приходили к нам в гости они все были писателями да то есть там не было ни одного не писателя все писали книги или пьесы или еще что нибудь газете писали вот у нее было представление такое что ну как бы как человек может не писать так Все должны обязательно писать. Так, хочу оставить то, что мне очень бы помогло лет 20 назад в получении большей радости и смысла. Понимаю. Так, закончила книгу. Теперь редактуру. Хочу превратить ее в бестселлер. Окей, значит, смотрите. Славы книга не дает. Сейчас все разобью по пунктам все ваши ожидания. Никто не знает авторов бестселлеров за очень редкими исключениями. Что это за исключение? Когда авторство книги становится поводом для дополнительной рекламной раскрутки автора. То есть мы Дарью Донцову знаем не потому, что она написала книги свои, а потому, что когда она написала свои книги, ее начали приглашать на телевидение и на радио. Да, то есть вот я сказал, Дарья Донцова, вы сразу же представили себе ее лицо. Да, то есть вы сразу поняли, о ком идет речь. Может быть, книги ее вспомнили. Да, но вот образ визуальный Дарьи Донцовой, да, вы его помните не из книг. Вы помните ее из телевизора. Да, и условно говоря, тот же Сергей Минаев, да, он использовал то, что он писал книги для того, чтобы продвигать себя на телевидении, в блогах и так далее, и так далее. Олег Рой то же самое. К Олегу отношусь с очень большим уважением, и книги его хороши, на мой взгляд, да, но он именно использовал свои книги для того, чтобы быть известным, в числе прочего, и телеведущим, да, и он хорош в этом действительно, да, и его знаменитость скакнула именно после того, как он стал вести шоу на, по-моему, на РЕН-ТВ. Но это надо понимать, да, что книга, она не дает сразу же славы, да, но книга дает рычаг, с помощью которого вы можете начинать себя продвигать. То есть, если вы, например, коуч или психолог, да, и захотите попасть на телевидение, от вас все будут просто вот так вот отбрыкиваться, да, еще один коуч свои тренинги продает, да, нафиг вы нужны. Но если вы написали книгу, к вам отношение совершенно другое, сразу же. О, автор книги, человек написал только что книгу, бестселлер, да, вот давайте мы с вами пообщаемся. Сразу совершенно другое отношение. Дальше. Денег это тоже не дает. Гонорары от книг не позволяют на них прожить. Вот непосредственно продажа книг, это очень небольшие деньги. Есть, может быть, ну, несколько десятков авторов, которые пишут книги и получают, ну, реально достаточные деньги для того, чтобы на продаже от этих денег, от этих книг жить. Дальше. Вечность. Наличие бестселлера места в вечности тоже не гарантирует, как ни странно, да, то есть были такие авторы, как Нестор Кукольник, да, Бенедиктов, был такой Апухтин поэт, был такой Арцебашев, мега бестселлер под названием Санин у него был. Был такой Натсон, да, вот это авторы мега бестселлеров девятнадцатого века. Все они забыты, да, то есть если их вспоминают, их вспоминают именно вот в таком качестве, да, вот, а смотрите, так дышал, так дышал, а сейчас, типа, совершенно не дышит. Что же дает бестселлер? Бестселлер дает респект и уважуху. Бестселлер дает понимание экспертности, да, то есть у людей, которые родились и воспитывались в СССР, есть уважение к книге, встроенные. И если вы сценарист, если вы драматург, если вы коуч, если вы психолог, книга, даже напечатанная за свой счет или изданная через Ридеро, это всегда лучший подарок. То есть вот вы входите, знакомитесь с человеком, да, визитку подать, это одно дело, но вот вы свою книгу подаете, сразу же другое отношение. Не обязательно человек будет ее читать, эту книгу, да, но поставить на полочку в кабинете, в кабинетах всех продюсеров основных, российских, обязательно стоит на полочке мой букварь сценариста, потому что я ходил и раздаривал, раздаривал, раздаривал. Вот, соответственно, да, плюс это дает, это меняет самоощущение. То есть написанная книга, да, хотя авторы, конечно, кокетничают, да, но вот вышла книга, ничего не изменилось, изменилось самоощущение. Да, и когда автор приходит в книжный магазин, находит свою книжечку, берет ее в руки, да, вот когда в книжном магазине держишь свою книгу, ощущение совершенно другое, да, чем если ты вообще что бы то ни было сделал. И вот это самоощущение, оно начинает прям пронизывать всю вашу жизнь, да, то есть ты идешь по улице, а у тебя уже есть книга, да, то есть чем бы ты ни занимался, а у тебя уже есть книга, написанная и изданная, да, это время от времени про это вспоминаешь и такое себя, себя тем самым эмоционально подзаряжаешь. Ну, естественно, гораздо круче, когда, если там кто-нибудь присылает, да, я помню, когда Тоха Нефедов прислал мне, там, типа, он отдыхал где-то на Кипре и прислал мне, типа, вот здесь в пляжном магазине вот твою книгу продают, да, меня это очень сильно приподняло. Ну, обо всем, о том, как все это сделать, да, мы с вами постепенно будем в течение этой недели разговаривать. Разговаривать. Насколько это понятно? Вот то, что дает книга. Если понятно, напишите. Понятно, если есть вопросы, задайте, пожалуйста, вопросы. Так, хочется, чтобы историю захотели прочитать как можно больше людей. Так, подтверждение того, что я не графоман и талантливый писатель. Хочу научиться писать максимально продуктивно. Так, своих любимых писателей всегда знала в лицо, хотя в телевизоре их не было. Ну, да, Ипсен, например. У меня висел портрет Ипсена в детстве. Да, и Пушкина тоже мы, наверное, по телевизору не видели. Так, когда я детскую книгу издал у себя, будто потолок творческий прорвался. Так, хорошо, друзья мои. Теперь давайте вот смотрите. Составляющие бестселлера. Первое составляющее – это читатель, его проблемы и потребности. То есть мы должны четко понимать, кто ваш читатель, что его мучит, какая у него есть боль и какие у него потребности. И каким образом наша книга закрывает его потребности. Второе – это автор. Завтра мы с вами будем подробно говорить как раз-таки об авторе. Каким должен быть автор? И что нужно о себе, что нужно с собой делать автору для того, чтобы он стал автором бестселлера. Третье – это материалы. Это то, из чего мы берем и создаем книгу. Четвертое – это тема и идея. Пятое – это исполнение. Это то, как мы книгу делаем, как мы ее создаем. Шестое – это продвижение. И седьмое – это удержание читателя. Как делать так, чтобы читатель снова, снова, снова и снова к нам возвращался и покупал наши следующие книги. Вот наша с вами задача будет найти свою уникальность в каком-то из этих параметров. Вот вам тема на подумать. Читатель, автор, материал, тема и идея, исполнение, продвижение и удержание. Вот семь составляющих бестселлера. В идеале, если вот что-то из этого у вас уникально и отличает вас от всех остальных. Но лучше, если в нескольких из этих направлений у вас есть какая-то уникальность. И этим вы отличаетесь от всех остальных. И начнем. Сейчас вы можете пока это не запоминать. Это фактически я вам показал будущий план нашей с вами работы в течение этой недели. И начнем мы с вашего читателя. Я попрошу вас представить того человека, который будет читать вашу книгу. И опишите его вкратце. Что нас интересует? Нас интересует примерный возраст этого человека. Нас интересует пол, образование, чем он занимается, где он живет, какие у него интересы. И исходя из этого, можете имя ему дать. То есть опишите его как реального персонажа. То есть какой он или она. И надо понять три вещи. Первое. Чего хочет ваш читатель? Что самое главное? Чего он хочет? Второе. Какую именно проблему читателя решит ваша книга? И как именно ваша книга решит проблему читателя? Давайте для примера возьмем и попробуем описать читателя какой-нибудь книги. Какую все читали. Давайте так. Не одного, а давайте разных возьмем. Возьмите какого-нибудь автора, которого по всей вероятности все знают. Например, Стивен Кинг, Донцова. И для примера сейчас, прямо сейчас в чате напишите, опишите читателя этой книги. Какой-то известный. И мы с вами просто поразбираем. И тогда вам легче будет с вашей книгой работать. А писать, значит, сначала, вернее, давайте так. Выберем сначала книгу. Напишите книгу, которую будете разбирать сейчас. Какая-то известная книга-бестселлер. Напишите в чате. Вот, Гончаров-Обломов. Сказки, например. Что касается читателя. Смотрите, я однажды читал мастер-класс по монетизации таланта на одном большом, можно сказать, на Росконе. Некий конвент, некий писательский конвент. И в числе прочего я спросил, ребят, вы представляете своего читателя? И оказалось, что никто не представлял. И один парень мне начал быстро прям барабанить. Он там, это мужчина, технарь, то-то-то, возраст такой-то, занимается тем-то. И прям вот все отбарабанил. Я говорю, у вас, наверное, все хорошо с деньгами. А вот оказалось, что это писатель, писателя зовут Дмитрий Рукс. Человек, который пишет РПГ-литературу. И вот он своего читателя, он знал великолепно. И он очень хорошие деньги, естественно, зарабатывал. Поэтому начинаем с читателя. Так, Донцова. 50 оттенков серого. Так. Тихий Дон. Отлично. Дэн Браун. Кот да Винчи. Сумерки. Окей, давайте вот каждый свое берет. Гарри Поттер. Теперь, напишите вкратце, опишите читателя этой книги. Вот мы выбрали, да? Стивен Кинг, Гарри Поттер. Зулиха открывает глаза. Вот как вы себе представляете читателя этой книги? Вот кто он? Мужчина, женщина, возраст и чем занимается? Так, Стражи, Стражи, Терри, Пратчета. Сейчас будет очень интересно, да? Потому что нам, да? Мы, я хочу именно разбить, да? Чтобы разные были тексты, разные читатели. И вот можно ли будет соотнести по тому, какой читатель, можно ли будет соотнести с книгой, которая разбивается? Так, домохозяйка, около 40 лет. Очень хорошо. Сейчас мы прям вот разобьем процесс на части. Женщина. Очень хорошо. Маленький принц. И, кстати говоря, здесь ошибки вот в этом, в определении читательской аудитории, они очень дорого обходятся. Кстати, я, когда писал газетчика, писателя, сценариста, там, в числе прочего, была эта ошибка совершена. Потому что я изначально метил в аудиторию мужскую, вот, а оказалось, что в процессе роман развернулся. То есть там мужчина должен был главным героем быть, а в процессе постепенно женщина, Нина Шарова, выдвинулась на первый план, и она вытеснила полностью героя-мужчину. И мне просто надо было ее, прям вот, и назвать надо было по-другому. Там не газетчик писатель-сценарист, а условно говоря, там, не знаю, девушка, которая, там, победила зло. Вот что-нибудь такое, да? И, соответственно, и разворачивать надо было к женской аудитории. Потому что, как выяснилось впоследствии, книгу читали в основном женщины. Так, Стивен Кинг, мужчина в найме, скучная и однообразная рутина, нет, любимый, Вадик зовут. Сразу увидел этого Вадика. Прям очень знакомый тип. Довольно большая часть моей жизни прошла в окружении этих Вадиков. Так, довольно заурядный сценарий жизни. Жизнь стабильная с постак. Женщина от 20 до 100. Мужчина-пенсионер родом из деревни. Мужчина и женщина любят подключений. Гарри Поттер. Так, очень хорошо. Есть. Теперь, вот этот читатель, он чего хочет? Вот вы его описали. Женщина от 50 с проблемами в личной профессиональной жизни. Чего он хочет, этот читатель? Вот когда он покупает книгу, он чего хочет? Не вообще по жизни, да? А вот в данной конкретной ситуации. В сумерках запрос читательницы явно стать особенной, быть любимой. Очень точно. Анастасия, прям прекрасно вы это понимаете. Так. Оба пола возраст от 200 до... От 20 до 70 лет. Завзятый антисоветчик, а значит русофоб. Ну, пожалуй, да. Пожалуй, с этим можно согласиться. Так. Так, сказки. Женщина от 25 лет. Родитель, мама, бабушка работает, имеет семейные ценности. Так. Взрослый человек, уходящий от проблем и окунающийся в фантастмагорию. Так. Читатель хочет погрузиться в мечту, мужчина и женщина. Так. Чего хочет Вадик наш? Получить эмоции от нахождения в интересном вымышленном мире. Так. Согласен. Так. Хочет разнообразия, расширить горизонты удобного пузыря. Женщина хочет понимать, что сможет достичь своего счастья. Есть. Читатель хочет помечтать, отвлечься, быть особенным. Хочет ярких впечатлений, островного разгадывания загадок. Вернуться в молодость. Хочет отвлечься на еще больший страх. Уйти от быта. Отдохнуть. Испытать приключения в обычной жизни. Уйти от рутины. Попереживать о чужих проблемах. Вы тоже, если вы смотрите комментарии, вы тоже обращайте внимание на другие комментарии. Это позволяет вам смотреть на... Отталкиваясь от других вариантов вот этих поисков, вы лучше видите то, что нужно вам. Вам легче будет понять, как вы будете работать со своим читателем и со своими проблемами читателя. Попереживать о чужих проблемах, отвлечься от своих, испытать необыкновенные события, встретить любовь. Хорошо. Теперь вот посмотрите. Вот мы обозначили проблему и желание, которое есть у читателя в связи с этой проблемой. То есть у него есть какая-то проблема, ему скучно, например. И он, соответственно, хочет от этой скуки куда-то деться. И теперь вопрос. Каким образом автор, за счет чего автор решает эту проблему читателя? Каким образом он это делает? Напишите сейчас это в чате. Потому что там, например, условно говоря, Кинг решает эту проблему не так, как Роулинг. Совершенно другим способом. А 50 оттенков серого, да, тоже совершенно другим. То есть каждый из этих авторов нашел другое, отличное от других, оригинальное решение вот этой читательской проблемы. Так. Хочет в очередной раз попинать трупы с СССР и сделать кулаков чистыми ангелами. Это вы про зулиху, судя по всему. Так. Шестерка воронов. Подростки. 15-20 лет. Желает стать участниками приключений. Так. Интрига сюжета. Эмоциональное раскачивание настроения. Так. Возможно, герой, героиня тоже жил скучной жизнью, пока не произошла данная история. Вот это очень важно, то, что вы написали. Да. То есть подключение к герою в начальной точке, да. А я тоже жил такой жизнью. Но потом обязательно нужно вот из этой точки, где автор и читатель оказываются рядом, да, нужно героя увезти куда-то в какой-то другой чудесный мир. Так. Закрученный сюжет, в котором герои преодолевают сложности, используя креативность. Так. Вадик хочет забыть про одиночество и отсутствие перспективы через отождествление себя героем. Вопрос. Кинг, каким образом эту его проблему решает? За счет чего? Юмор, диалоги, безморализации и поучений. Так. Лихо закрученный сюжет держит напряжение. Так. Уйти от скуки. Динамичный сюжет с интересными персонажами. Достоверность. Куча деталей. На первый взгляд, куча сюжетов, что создает отвлеченность читателя. Так. Зулиха. Писатель проводит героиню по ее собственному пути, давая пример позитивного достижения собственного счастья. Так. Донцова. Легкий текст и сюжет, над которым не надо думать. Юмор в сложных ситуациях. Я, кстати говоря, друзья мои, я с огромным уважением отношусь к Дарье Донцовой. Я делал с ней интервью. Она меня совершенно обаяла. Она очень умная и талантливая. И если интересно, найдите у меня на ютубе наше интервью. Посмотрите. И я в свое время читал несколько, я прочитал несколько ее романов. Они действительно хороши. То есть, это именно, это очень хорошо сделано по ремеслу. То есть, понятно, что в рамках жанра, да, есть определенные ограничения, но она действительно очень, очень качественный писатель. Ну, условно говоря, не хуже, там, Пелевина Сорокина. С Толстым я бы ее не сравнивал, не стал бы сравнивать, но я бы и Пелевина Сорокина тоже не стал бы с Толстым сравнивать. Так. Кинг. Противостояние. Смертельный визу. Вирус вызывается из-под контроля. Все умирают, выживают немногие. Вот смотрите, вы немножко не туда сейчас смотрите. Да, то есть вы говорите, вы пересказываете сюжет. Да, а за счет чего работает Кинг? Да, то есть он работает за счет очень сильного эмоционального вовлечения, да, подключения к героям. Да, и очень сильных ударов по эмоциям. Да, то есть Стивен Кинг это всегда очень сильное эмоциональное воздействие. Да, то есть если он пугает, он пугает так, что до усрачки. Мало кто так пугает. Даже Лавкрафта не настолько страшно читать, как Стивена Кинга в лучших его проявлениях. Так. Страх, испытанный при прочтении книги, помогает понять, как не надо себя вести в трудностях и убедиться, что у него в жизни все не так плохо. Так. Схожесть условий, свои решения. Так. Донцова интересны кулинарные рецепты. Ради них и читала. Так. Зулиха вызывает сопереживание к героине, вселяет надежду, что даже из безвыходного положения может быть выход. Почувствовать дает читателю, что он тоже может разобраться в перипетиях сюжет. Отлично. 50 оттенков. Современная история Золушки. Женщина мечтает найти сильного мужчину, который решает пробовать. Согласен. Будет ли запись урока? Будет. Я об этом говорил. Зулиха. Автор все время дает намек, что в конце все будет хорошо. Героиня найдет свое счастье. Так. Гарри Поттера. Автор рисует новый интересный мир. Автор уводит читателя в мир, где добро победит зло. Так. Кинг это решает через создание альтернативной реальности, в которой можно забыть о своей реальности. И с этим согласен. За счет динамического сюжета, ярких образов, выдержки и интриги. Кинг пугает. Да. Люди представляют себя на месте героев. Совершенно верно. Романтизированная. Ну, за счет этого и происходит терапия. То есть мы себя как бы отдаем куда-то, да, и нас там лечат. Так. Романтизированное прошлое, приключенческий сюжет. Читатель любит бояться. Вот не только бояться, да. То есть Кинг еще, он делает что-то еще. Помимо того, что пугает, он делает что-то еще, да. То есть он показывает какой-то путь, который проходит герои, которые меняются, да. И куда-то, чего-то достигают. То есть он пугает, но это не все, что он делает. Так. Кингу и спецэффекты не нужны. Да, совершенно верно. Чак Паланик. Встреча с собственными демонами. Так. Сказки через волшебство. Воспитать морально-нравственные ценности и характер. Показать причинно-следственные связи. Окей. Отлично. Друзья мои. Вот теперь вы примерно понимаете, что нужно будет сделать вам. Да, то есть вам нужно будет посмотреть, представить своего читателя, да, и описать своего читателя. Написать, чего хочет ваш читатель, какую именно проблему читателя решит ваша книга, и как именно ваша книга решит проблему читателя. Дедлайн завтра 12 часов по Москве. И мы будем... Сейчас я размещу домашние задания в описании урока. Ответы писать здесь, в комментариях к этому видео. Я все посмотрю. Если увижу, что нужны какие-то мои комментарии, то на уроке что-то скажу по поводу ваших текстов. И, соответственно, увидимся завтра в... Да, давайте так. Понятно ли домашнее задание? Если понятно, напишите, что все понятно. Если есть вопросы по домашнему заданию, то задайте их. Какие подарки приносить? Лучший подарок, друзья мои, который вы можете сделать, это оплатить курс по написанию романа. Так, сейчас я... Ир, ты мне мешаешь. Дай мне урок закончить. Так. Окей, все отлично, друзья мои. Мы с вами неплохо, энергично начали. Спасибо вам за ваши комментарии, за ваши вопросы. Они мне очень помогают. И мы увидимся завтра на втором уроке в 12.00. Спасибо и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok